Еще сегодня, я сразу хочу вам сказать, это не политизированный вопрос. Реально, это сегодня социальный вопрос, который нам, как избирателям, так и нам, и вообще всему нашему обществу, наверное, вопрос не безразличный. Я сомневаюсь, что у каждого из вас в округе есть социально защищенные слои. Вот в основном, что все они социально защищенные. Сомневаюсь, что у вас такие округа. Я не знаю, какую часть города или района, где вот прямо, не знаю, там все в масле катаются. Проблема большая. Леонид Иванович прямо вот, знаете, вот с языка снял, что вопрос реально, оно же, понимаете, вот любое повышение электроэнергии, да, оно повлечет обязательно, потому что у нас другого нет, у нас газа нет, еще какого-то альтернативного источника нету. То есть все у нас, то есть все производство поставлено на электричество. Это неминуемо поднимет. Это даже, чтобы вы понимали, даже элементарно, чтобы вы понимали, это поднимется на проезде самого социального транспорта. Это я, как и Адгур Рафетович, как экс-главы, мы это знаем. То есть самый социальный транспорт – это троллейбус. Если сегодня это 5 дней, 10 рублей, я точно не помню, а неминуемо, как минимум на 100% поднимется, потому что это в любом случае оплачивает нам. Теперь другой вопрос. Вот мы всегда говорим о дорожной карте, о дорожной карте. Я понимаю, что о дорожной карте, мы вопрос должны понимать так. Насколько целесообразно то или иное решение? Почему там рубль 30, а не 5 рублей, скажем? Да кто-нибудь нам это пояснил, кто-нибудь развернутую информацию нам дал? Нет. Потом, извините меня, для кого мы повышаем в этом бардаке, который сегодня в Черномор-Энерго и в кабинете министров, в частности, в Министерстве экономики происходит? Мы что, вот в таком бардаке будем сейчас поднимать цены, что ли? Которые люди не могут разобраться, какой провод повесили или какую работу провели, кто за что ответственный, до сих пор мы не знаем. И мы, оказывается, на этом фоне должны еще повышать электроэнергию. В конечном итоге, опять-таки, кто будет у нас виновен во всех наших бедах, те, на которых мы, значит, положили этот груз ответственности. То есть, опять, конечно, потребитель. Я не просто так. И каждый из вас, мы в частной беседе, когда с грузом разговариваем, мы знаем, что повышение на электроэнергию в данном случае привело к уменьшению собираемости. Не за то, что там что-то там произошло, что-то очень страшное. Правильно, одни и те же, которые платили, перестали платить. Я вам открыто говорю, я не стесняюсь, это я Александру Анфавтову сказал, что я перестану платить. Я платил всегда, во все годы. И когда тяжело было. Я, наверное, один из тех, кто всегда все оплачивает. Но необоснованное поднятие, я не понимаю, я не хочу как дураком выглядеть, понимаете? Я готов платить, но это должно быть, понимаете, обоснованно, обговорено. Пусть нам убедят. Мы, может, пойдем тоже к своим избирателям и будем с ними тоже разговаривать. Вот мы разговаривали с некоторыми энергетиками. Вот когда было 40 копеек, все это, Юр, это, Хизгицо, и Юр 90 копеек, по-моему, было, если я не ошибаюсь. Вот мы считали. Если на тот момент мы поставили, вот, это шестой, кстати, Ваше Владимир Владимирович, а что вы деньги выделяли? Вот тогда они поставили бы, и тогда бы приучили бы при маленькой оплате, тогда людям приучили бы платить, значит, да? Часть приборов было установлено, как, Валерий Викторович, просто часть суммы пошло на аварийной Кореи. Ваше Владимир Владимирович, я понимаю, на вашем месте президент тоже сидел и говорил, что вы этот вопрос можете забыть. Это готово, это вопрос решен. Он же тоже, если откуда-то не взял же, его же тоже кто-то убедил, что этот вопрос... Нет, 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 почему, вот вы же аналоги проводите, спрошим, да? Да, я правил, но вы как бы... Да, я понял. Но ему же тоже, он тогда подчеркнул, что мне так говорит мой кабинет министров. То есть там тоже не все понятно было по этим деньгам и по расходу этих денег тоже. К чему я это говорю? Если мы собираемость увеличили бы при малой оплате, мы почти там есть подсчеты, что около миллиарда мы могли бы собирать. Мы на миллиард немало могли бы сделать на какие улучшения нашей энергетики. Не все сразу, но что-то можно было тихо, тихо, уже начинать. Но, слушай, при сорока копеек мы не умудрились найти, да, те возможности для сбора денег. Мы сейчас делаем рубль тридцать, не знаю, вас чем-то. Но не будут люди платить. Я вам... Пусть хоть сто счетчиков поставят. Я вам говорю. Да, сейчас удаленное отключение. Отключат, они найдут форму подключения. Люди не дадут себя обидеть. И самое важное, вот то, что Леонид Иванович говорил. Это же социальный вопрос. Это может вызвать, во-первых, нежелательные последствия тоже. Давайте я вас прошу. Сегодня, да, сегодня, я предлагаю принять мораторий. Если необходимость в этом есть, вот я вам слово даю, как депутат, как ваш коллега. Если мы найдем... Сегодня просто давайте примем мораторий, а потом найдем форму другую, вот то, что предлагал даже Леонид Иванович, да? Потом можем мы свое же решение изменить или поменять форму саму, как бы, да, вот взаимодействие с исполнительной властью. Но сегодня, если мы не примем, с января уже оно вступит. А потом тяжело будет отменять. Это, знаете, это легко сделать, а потом откатывать всегда тяжело. Это такая же ситуация, как с подписанием Пиццунды. Мы подписали легко, а сегодня мы не знаем, как с нее выйти, чтобы в эту ситуацию мы не попали. Мы, наоборот, сегодня, принимая мораторий, мы их отграждаем от ненужной ситуации. Я так это вижу. Прошу поддержать, если, как бы... Прошу поддержать, если, как бы, не ловится. Спасибо. Прошу поддержать.